МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Выборы 2025". Продолжается сбор подписей. -"Мы примем активное участие во всех указанных мероприятиях". -"Как горожане проявляют свою позицию". Могилёвская область. Встреча и в Бобруське пройдёт масштабная общественно-культурная акция -"Марафон единства". -"Приглашаем всех к участию". -"Какие сюрпризы ждут гостей праздника". -"Юные знатоки". В городе высадился десант умников и умниц из разных уголков страны. -"Мы живём от турнира к турниру". -"Кому покорился олимп знаний". А также спасти планету и всё вокруг белым-белом. Метеорологи рассказали, какой будет зима 2025 года. Стоит ли бежать за шубой. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Эко-спасение. Александр Лукашенко примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Мероприятие проводится под эгидой ООН. В глобальном форуме участие принимают десятки тысяч делегатов, в том числе главы государств и правительств. Белорусский лидер в своём выступлении обозначит национальную позицию страны по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов. На полях саммита состоялась и двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым. В Вобруське продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов президенты. Завершится он 6 декабря. За регистрированным инициативным группам, а их, напомним, семь, необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Все подробности далее. Мэр города в числе первых ставит подпись в поддержку сильной и процветающей Белоруссии. Не остаются в стороне председатель Горсовета депутатов и руководства горосполкома. Активно гражданскую позицию выражают и жители. Президентские выборы – это очень важно для нашей страны. Это наша надежда на будущее, хорошее, замечательное. Я считаю, что каждый человек должен сходить на выборы. Избиратель, напомним, должен собственноручно поставить дату в списке и расписаться. Можно поддержать несколько кандидатов в президенты, но только один раз за одного и того же. Впереди главное политическое событие 2025 года. Я считаю, что каждый белорус должен сделать правильный выбор. Сбор подписей – это один из важных этапов электоральной кампании. Надо обязательно выбрать человека, который будет действительно нас вести вперед, и мы будем с ним знать, что мы будем защищены. Сбор подписей проходит в форме пикетов в местах, не запрещенных местными властями. Здесь же можно изучить биографию кандидатов, получить ответы на интересующие вопросы от членов инициативных групп. А их, напомним, семь. На заполнение подписного листа уходит всего минута. Я за то, чтобы на нашей Беларуси было чистое небо. Должны мы каком-то участвовать в этом процессе. Это очень важно на все сто процентов. Я уже расписалась и голосовать пойду. Я поставила, безусловно, свою подпись за сильную, мирную, процветающую Беларусь. Просто обязана поучаствовать в таком важном мероприятии, ведь для каждого из нас очень важно как-то проявлять свою гражданскую позицию для своего будущего и будущего наших детей. А ставить свои подписи бобруйчане могут около рынков и торговых центров. Выходные пикеты развернулись и на сельхоз-ярмарке на Максима Горького. Жители города активно приходят, ставят свои подписи. Некоторые люди, к сожалению, приходят без паспортов, возвращаются домой, которые недалеко живут, приходят и ставят свои подписи. Беларусь, в частности, не остается в стороне от избирательной кампании. Сегодня мы находимся на этапе работы инициативных групп. Члены белорусской партии «Белая Русь» зарегистрированы в качестве членов инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому сегодня мы находимся на пикете в честь такого мероприятия. Пикеты будут продлены до 6 декабря. Мы примем активное участие во всех указанных мероприятиях. Те кандидаты, которые соберут необходимые 100 тысяч и более, перейдут в следующий этап предвыборной агитации и информирования избирателей. Пройдёт он с 1 по 25 января 2025. Досрочно проголосовать можно будет с 21 по 25. Основной день, как известно, 26 января, не позднее 5 февраля. ЦИК должен установить итоги. В случае необходимости второй тур голосования пройдёт не позднее 9 февраля. Елизавета Липеева, Роман Костюков, Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Тичерин, Бобруйск, 360. Праздник к нам приходит. Бобруйск готовится принять самый народный проект Беларуси. Республиканская общественно-культурная акция «Марафон Единства» путешествует по стране 17 сентября. На днях насыщенная программа покорила сердца белорусов в Пинске. Праздничные настроения создавали многочисленные сюрпризы от организаторов, в том числе и творческие. Следующие города – это Могилёвская область. 15-16 ноября мы будем в Бобруйске, и 22-23 ноября мы будем в Могилёве. Уже в эту пятницу настоящий праздник развернётся на Бобруйск арене. Организаторы ручаются за незабываемые впечатления. Ждёт всех гостей насыщенная программа от БРСМ. На территории Ледового дворца пройдёт городской квест «Это всё моё родное», которое включает в себя 10 этапов. Всем командам-участницам, которые представляют собой от 5 до 10 человек, мы предлагаем зарегистрироваться на сайте БРСМ-БАЙ, где возможно пройти по ссылке «Город Бобруйск» и оставить заявку для участия в данном квесте. Также организаторы предлагают выполнить домашние задания и получить фору в 20 баллов. Приглашаем всех к участию. Запланировано участие в шоу одного известного дуэта – выходцев из города на Березине. Имена пока втайне. 9 ноября в городе на Березине состоялся открытый областной турнир по интеллектуальным играм «Бобруйская крепость», участие в котором приняло 39 команд из пяти областей и Минска. Какая биологическая допавка снижает симптомы отравления и какое изобретение появилось благодаря вечно простуженному англичанину Редли? На эти вопросы ответит далеко не каждый взрослый, зато белорусские школьники – запросто. Для юных гениев Центр дополнительного образования детей и молодежи организовал интеллектуальный турнир «Бобруйская крепость». Организаторами выступили Управление по образованию и Белорусская лига интеллектуальных команд. Сегодня мы проводим второй раз уже турнир, который называется «Бобруйская крепость». Это соревнование для детей, которые занимаются интеллектуальными играми в Республике Беларусь. По итогам игр победители будут награждены дипломами Управления по образованию и медалями. Наша интеллектуальная жизнь – это синоним просто жизни. То есть мы живем от турнира к турниру. Вот у нас там уже был турнир в Мозре, в Минске, теперь мы в Бобруйске, следующая неделя в Борисове – сплошной марафон турниров. А Бобруйск чем приятно? Потому что это первый раз мы приехали на этот турнир. То есть на других турнирах мы уже бывали и там пять, и десять раз. В Бобруйске мы впервые. И очень-очень сильно ждем от этого турнира чего-то такого волшебного, прекрасного. Перед игрой ребята окунулись в музыкальное представление. Настроение в зале создал образцовый оркестр народных инструментов «Сувенир». Турнир прошел в двух возрастных категориях – ювеналы и юниоры. В общей сложности умниц и умников приехало около 250 под руководством опытных тренеров. Цель – традиционная поддержка талантливой молодежи. Такие турниры вообще – это места для встречи старых друзей тут. Каждая команда рада видеть друг друга. И хоть во время турнира происходит ожесточенная борьба, все равно во время периода в тех, как-то друг на другом шутят, вспоминают старые турниры. Желают друг другу удачи. И в принципе это хочется желать всем участникам. От турнира я жду хороших мест для нашей команды и положительных впечатлений. Мы приехали сюда, чтобы узнать свой уровень наших знаний и больше их закрепить. Обстановка здесь довольно хорошая, атмосфера классная, весело, здорово. В программу турнира входило три игры – музыкальная шкатулка, своя игра и что, где, когда. В каждой из них участники проявили себя на отлично. Показали не только свои знания, но и умение работать в команде. В первый день новой рабочей недели в Беларуси установилась пасмурная погода. Радует лишь отсутствие дождей и слабые ветра. Роман Костюков окунулся в метеорологические прогнозы. По прогнозам климатологов, эта зима в Беларуси будет теплой и практически бесснежной. Полярный вихрь, от которого зависит температура зимой, в прошлом месяце оказался самым слабым с 1981 года. Три предстоящих месяца в целом окажутся в пределах климатической нормы. Средняя температура воздуха – минус 3-4 градуса. Время золотой осени закончилось. Начинается туманное, тусклое. Столбик термометра уже подтверждает приближающуюся зиму. Температуру больше 6 градусов тепла в Могилевской области на этой неделе точно ждать не стоит. Как же складывается мировая обстановка? Правительство Китая усилило меры предосторожности против тайфуна Инсинь. Из-за прогнозируемых обильных осадков провинции Хайнань ожидается умеренный или сильный дождь. Уровень воды в реках Ван Чюанхэ и Чанхуадзян немного поднимется. Ранее от бедствия пострадали филиппины. Из-за вызванных обильными осадками наводнений в Колумбии объявлен режим бедствия. Ожидается. Сезон дождей в стране продлится до конца декабря. По меньшей мере от бедствия пострадали 46 тысяч семей. 13-17 ноября нас ожидает облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидает нас минус 3, плюс 2, днем 0, плюс 5. Средняя декадная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы. Норма среднесуточных температур плюс 1,4 градуса. Во вторник, 12 ноября, ночью ожидается бессущественных осадков. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах слабый туман и гололед. Ветер неустойчивый и слабый. Температура в темное время суток от минус 4 до плюс 2, в светлые от 0 до 6. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все и событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!